Доброе утро, друзья! Рада приветствовать вас в марафоне 24 часа чтения! Я уже встала, попила кофеёчку, попыталась, попыталась замазать свои синяки под глазами, потому что в последние несколько ночей я сплю не слишком хорошо, что, опять же, не слишком хорошо для моего сегодняшнего марафона, но я надеюсь, что всё будет в порядке. Я немножечко переживаю, потому что я не самый усидчивый читатель. Если меня книга прям очень заинтересовала, я могу не отрываясь просто её читать, действительно сидеть прям сиднем и никуда меня с этого места не сдвинуть. Но если книга просто хорошая или норм, или, не дай бог, не очень, я постоянно отвлекаюсь, читаю немножко, потом иду делать какие-то дела, поэтому я не знаю, как пройдёт такое чтение нон-стоп. Сразу хочу сказать, что я не жду от себя, что я прям не буду спать, потому что если я себе нарушу сон, это такое себе. Если меня прям потянет, я пойму, что у меня глазки слипаются, я спать отправлюсь. В конце концов, в последний раз я не спала почти сутки, как там были в Карелии, и это было то ещё зрелище, а тогда мне не приходилось читать 24 часа подряд. Поэтому если я захочу спать, я пойду спать. Но, но, если это случится, и я пойду спать, потом я прибавлю в следующем дне ещё такое же количество часов, и, соответственно, мы с вами всё-таки почитаем 24 часа. Это не будет 24 часа чистого чтения, то есть это будет обычный день, но если в нём будет присутствовать сон, сон мы вырежем и добавим ещё времени для чтения. Начинать я планирую с Мары и Морок, которые я тащила с собой из Петербурга, потому что я знала, что я обязательно буду читать эту книгу в 24 часах чтения. В общем, с Мары и Мороком мы начнём, а дальше уже поймём, я пойму, сколько времени заняло у меня чтение этой книги. Она не очень толстая, что идеально подходит для нашего марафона. Здесь 384 странички, но шрифт достаточно крупный, поэтому у меня есть надежда, что я быстро расправлюсь с Марой и Мороком. У меня здесь сразу, не отходя от кассы, есть вторая часть Мары и Морока, но, опять же, я не знаю, как воспряму первую книгу, захочу ли я сразу читать продолжение. У меня есть такие прикидки, что, может быть, я начну эту книгу читать, когда у меня уже мозг совсем окислится, и тогда, так как это более простое чтение, продолжим со второй частью. И книжечки чуть более сложные. Во-первых, у меня здесь человеческие крокетки Таткинсон, которые я тащила с собой аж из Карелии. Кстати, если вы не смотрели карельский ролик, посмотрите обязательно. Мне кажется, он миленький, прикольный и такой свеженький, что ли, летний. Да, если вам вдруг не хватает лета, вот мне сейчас лета хватает, но вот там лето есть. И свежевышедшая, насколько я понимаю, книжечка Олтера Тевиса «Ход королевы». Она тоже не слишком толстая, поэтому у меня есть надежда, что мы с вами ее прочитаем. Соответственно, вот такие у меня планы пока что. Я, честно говоря, сомневаюсь, что мы даже осилим это, но а вдруг, а вдруг надежда умирает последней. Так что все, что мы сегодня с вами будем делать, это слоняться по дому, читать книжечки, слоняться по двору, читать книжечки и, возможно, валяться под вентилятором и читать книжечки, потому что у нас очень жарко. Может быть, поклоняться Богу кондиционера и читать книжечки. Мне кажется, день будет очень прекрасный. Вот. Так что начинаем с Мары и Морока. Пойдемте читать. Да, кстати, самое главное. Самое главное я забыла. Я себе сразу надела часики для того, чтобы мы следили с вами бдительно за временем. И сейчас как раз без трех минут десять. Я спущусь вниз, потому что внизу более прохладное. Я буду читать там. И как раз в десять часов мы с вами начнем. Одиннадцать пятнадцать. Я прочитала девяносто семь страниц, дошла до конца главы. И мне уже есть что рассказать, потому что, в принципе, уже понятно, о чем будет книга. Итак, у нас есть главная героиня Мары, которая воскрешает Морок. Мары и Мороки, они немного похожи по своим свойствам. Мары – это служительницы богини смерти. Их всегда было семь. Когда одна из Мар умирает, то в десяти летней девочке просыпается сила Мары, ее забирают от родителей, учат. И вот эти служительницы богини смерти всегда в количестве семь пребывают на земле, поддерживая некое равновесие. Несмотря на то, что они служительницы богини смерти, и все очень любят, они скорее положительная сторона, они избавляют мир от нечисти за счет того, что видят нити жизни и могут их обрывать. Но также Мары могут продлять жизнь за счет этого же свойства. И таким образом, несмотря на то, что они в основном, вот их основная деятельность именно в избавлении от нечисти, тем не менее, их начали со временем привлекать в политику за счет того, что они жизнь могут и продлить. И у нас есть вторая сторона – это Мороки, которых боятся даже Мары. Мороки – они служители тени. Никто толком не знает, что они из себя представляют. Они всегда ходят там в масках с звериным лицом, что у них под маской никто не в курсе. И Мороки могут отправлять в тень некое страшное место. Если человек умирает и отправляется к богине смерти, то дальше он идет как бы на перерождение. Если человек отправляется в тень, то там он остается без возможности продолжения своей жизни в новой апостаси. Нашу главную героиню воскрешают из политических соображений. Ее сила как раз необходима престолу сейчас, ее возможность воскрешать жизни. «Воскресить одну из Мару» уговаривает принц, который в детстве очень много слышал про Мар. Теперь они как некие легенды, потому что прошло 200 лет. Но вот он все свое детство слушал эти истории про Мар и, зная про те силы, которыми они обладали, вот он уговорил одну из них воскресить. Собственно, понятно, к чему там. Понятно, какая любовная линия здесь нас ждет, но посмотрим. Пока что на это не делается прям сильный акцент. Пока мне все нравится, читается очень легко. Я так рассчитываю часть Каза 4 книжечку одолеть. Единственное, что получается у нас от Мары умерли 200 лет назад. И вот Агату воскрешают, нашу главную героиню. И, соответственно, прошло 200 лет, и она как бы оценивает, что произошло за это время. А 200 лет – это серьезный срок, за который большие изменения должны произойти. Но она подмечает какие-то очень несущественные мелочи из разряда, что там начали фонарями освещать, факелами освещать ночной город. А по большому счету она чувствует себя вполне нормально. Как будто, я не знаю, лет 10 прошло, и вот она спокойно общается с королевской семьёй, она сразу махом просто понимает ту политическую ситуацию, которая происходит в мире. Как будто, я говорю, произошло, ну, не знаю, ну, 20 лет максимум прошло, но не 200. Вот это немножечко меня смущает. А так, да, тут повествование идёт в настоящем времени, и от первого лица, но это как-то никак класс не режет, читается достаточно просто. И, конечно, здесь автор немножко фиксируется, мне кажется, на таких эстетической части, да, что Мара вот у нас в алых плащах, у неё там алые одежды, мороки эти таинственные, со звериными масками, с чёрным плащом, то есть такой момент немножко залипательный присутствует. Но, опять же, это никак не ухудшает книгу. И текст абсолютно не бесячий, так что, в общем, буду продолжать. Сейчас пойдём сделаем этот день немножко прекрасней и читать дальше. Вот теперь всё как надо. Я вот тут читаю, у меня возник вопросик. Тут, получается, Мару воскресили практически из-за политического конфликта. И сейчас выясняется, что эта война между этими государствами началась как раз из-за Мар, из-за того, что произошло с Марами, из-за того, как они погибли. И у меня вопросик. Судя по тому, что я прочитала ранее, Мары, они как бы вне политики и они даже вне государства. То есть нет какой-то географической привязки. Получается, что нет такого, что в одной стране свои Мары, а в другой стране, ну, как бы, другие Мары. Мары, они для всех. И почему именно вот эта страна, вот второй стране, объявила войну? Тут их всего две, что ли. Хотя по карте получается, что две. Ну, если две страны только, то тогда вопрос мой снят. Но вообще это немножко, мне кажется, странным. Ну что, друзья, пол второго. Я на середине книжки. На данный момент я так покопалась в памяти, вспомнила, что, кажется, про эту книгу говорили, что у неё там какой-то очень неожиданный поворот будет в конце. Если я, конечно, ничего не напутала. И вот я тут записала о себе предположение. У меня есть два предположения, что там будет за неожиданный поворот. Где-то на 160-й странице они мне пришли в голову. Ну, детектив из меня такой себе, поэтому, возможно, я не права. Но, тем не менее, вот буду проверять себя. Здесь у нас ещё выяснились обстоятельства взаимоотношений между марами и мороками, как оказалось там всё не так, как представлялось марам, потому что, как водится, древнее знание было утеряно, и мары немножко неправильно понимали те взаимоотношения, которые между ними есть. Не так много событий происходит. Скорее, больше именно каких-то обстоятельств выясняется про мар, про мороков. Действия СВМО как такового не так много, но при этом наша Мара уже нашла себе потенциального возлюбленного, и у неё завязались более близкие отношения с мороком, скажем так. В общем, я на 235-й странице и хочу сделать три замечания. первое, автор очень много, на мой взгляд, фиксируется на одежде. Тут постоянное описание, кто во что одет, которое, ну, вообще, как бы, ни к чему, по большому счёту. Второе, я всё больше нахожу моментов, которые мне подтверждают одну из версий, которые я предполагаю, ну, насчёт того неожиданного поворота, который там будет. И третье, для книги, которая называется Мара и морок, здесь очень мало морока. Ну, как, здесь много говорится про Мара и мороков, очень много эта тема как бы обсуждается, но самого физически морока, который Мару воскресил, его здесь, на мой взгляд, маловато, дайте больше. Ну что, мне осталось где-то 100 страниц сейчас полтретьего. Меня начинают подбивать в сон, потому что, как я говорила, я как-то плоховато сплю, а ещё я размякла на отдыхе, и мне хочется дневного сна. Да, поэтому я сейчас пойду себе делать кофейку. А что я хотела сказать, на данный момент мне всё ещё не хватает морока, меня подбешивает то, что автор слишком часто использует слово парень, парень пошёл, парень сделал, парень сказал, почему нельзя просто он или по имени, в общем, не знаю, меня это вымораживает почему-то. И здесь такие какие-то немножко раздражающие любовные взаимоотношения начинаются. Слишком уж Агата такая вроде к этому её тянет, и к этому её тянет. Буквально таки одномоментно из разряда вот только что был какой-то накол страстей с одним из героев, а через две секунды накол страстей с другим из героев. Ну, я понимаю, что у неё фактически никогда отношений серьёзных в жизни не было, и возможно ей вскружило голову внимание сразу нескольких человек, и поэтому она таким образом себя ведёт, потому что ну вот её как-то трогает это. Ну, не знаю, мне кажется, у неё проблемы сейчас и задачи посерьёзнее, чем вот эти вот любовные терзания. Ну, это не так сильно раздражает на самом деле, так что, в общем-то, пойдёт. Всё, я пошла на кофе. А то мне как-то становится непросто формулировать свои мысли. Так, кофе я выпила, и я на 297-й странице, и у нас тут вроде как первый неожиданный поворот, который для меня не оказался неожиданным. Это не тот неожиданный поворот, который я предполагала, но я вот это развитие событий предполагала тоже, приписывая его доказательству тому неожиданному повороту, который я ожидаю. Надеюсь, кто-нибудь что-нибудь понял. В общем, это было ожидаемо, и я надеюсь, что дальше будет ещё какой-нибудь супер-пупер неожиданный поворот. Ну, посмотрим, посмотрим. Уже совсем мне чуть-чуть осталось. 328-я страница, и вот тут произошёл неожиданный поворот, и это опять не тот поворот, которого я ожидала, но он действительно неожиданный. Это да, это нежданчик. Ладненько. Ну, на самом деле в конце я уже немножко начала скучать, но потом тут действительно неожиданный поворот в конце, которого я не ожидала, но это, впрочем, не отменяет, до сих пор не отменяет того неожиданного поворота, который я ещё жду в этой истории, но это уже не в этой книге, однозначно я выясню. В общем, да, что я хочу сказать. Мне понравилось. Не сказать, что это было прям невероятно увлекательно, это было очень легко читать. Такая камерная достаточно история на самом деле. Мне кажется, что дальше будет интереснее, когда мы узнаем более подробно про этот мир, потому что там ещё очевидно очень много закопано именно в отношениях Мар и Мороков, в каком-то потерянном знании. В общем, я надеюсь на это всё. Безусловно, нас тут ждёт раскрытие любовной линии, но да, автор два раза меня облапошила, и я даже немножко в шоке. В общем, я сейчас не буду продолжать читать вторую часть, как я и говорила, я её оставлю на тот период, когда у меня совсем уже голова устанет читать, потому что это реально очень легко воспринимается, здесь не надо слишком много думать, поэтому так. В общем, книжка хорошая, не сказать, чтобы прям супер увлекательная, но расслабиться и вот так вот приятно провести время очень даже, очень даже. В общем, получается, без 15 4, я, в общем, подольше, гораздо дольше, чем планировала, читала, раз, два, три, четыре, пять, почти 6 часов, ну, хорошо, час, наверное, можно выбросить смело, но где-то часов 5 у меня на эту книжку ушло. я приступаю к следующей, и я решила, что это будет, это будет Лутер Тевис и его Ход Королевы. Здесь у нас 352 страницы, но шрифт, ну, прям, гораздо, гораздо меньше. Я вам сейчас покажу. Поэтому рассчитывать, что Лутера Тевиса я прочитаю как бы за меньшее количество времени, пожалуй, не стоит. Здесь у нас про девочку-шахматистку мне не очень интересна тема шахмат, честно говоря, но здесь преодоление трудностей, преодоление себя. Главное, героиня, девочка, которая теряет маму и попадает в приют. Отлично, отлично формулирую мысли, а всего-то еще 4 часа дня, да, что будет дальше, как говорится. В общем, да, наша главная героиня теряет маму, попадает в приют, и сторож, с которым она в этом приюте общается, он учит играть в шахматы, которые постепенно начинают занимать очень важную часть ее жизни, но тем не менее, когда она взрослеет, то у нее появляются очень много проблем с алкоголем, там, еще, видимо, с какими-то социальными вещами, вот, и, видимо, мы будем смотреть, как все-таки игра в шахматы будет, в общем, что перетянет эту девочку на свою сторону, что победит ее любовь к шахматам, потому что она достигнет там очень больших результатов, или все-таки ее затянет куда-то во тьму нехороших привычек, в общем, здесь должны быть подростки и преодоление трудностей, две темы, которых я люблю. мои заметки по Марии Мороку и мой помощник, который вот, что делал все это время, да-да-да, я читала, он спал. Никакой поддержки. Ну что, друзья, пять часов, я прочитала 72 странички Хода Королевы, ушла домой, потому что мне просто страшно, напекло голову, и я уже просто поняла, что меня аж плохо стало от такой жары. Вот. В общем, мне очень нравится. Неожиданно мне гораздо увлекательнее читать эту книгу, чем Мару и Морока. Здесь у нас все начинается с того, как наша главная героиня Бет попадает в приют из-за смерти мамы, и дальше у нас такими отрывками рассказывается про ее жизнь в приюте, про то, как она полюбила шахматы, а это произошло практически сразу. И здесь, в общем, автор долго не запрягает, мы прям с места в карьер попадаем в... Переходим к сути нашей истории, к тому, как Бет увлеклась шахматами и как Бет увлеклась транквилизаторами, которыми их кормили в приюте для того, чтобы детишки были поспокойнее. В самом начале меня немножко напрягло, ну как напрягло, было очень много шахмат, ну естественно, и описательные всякие ходы, я этого не понимаю, я умею играть в шахматы, точнее умела в глубоком детстве, но в общем не слишком я как бы разбираюсь в этой теме, мне неинтересно там вчитываться в стратегии, в ходы, в защиты и прочее, прочее. Мне эта книга интересна именно сюжетом, и в целом рассказ именно непосредственно про то, как Бэт погружается в эту шахматную игру, он мне тоже нравится, потому что Ултер Тэвис очень здорово всё это описывает, очень ненапряжно, в общем, с этим проблем нет. когда он погружается в какие-то более детальные описания, ну, в принципе, я так пробегаюсь по тексту, но, в общем, сначала прям большая концентрация была таких сцен, потом сейчас мы больше перешли к жизни Бэт, я подозреваю, что чем дальше текст, конечно, этого будет больше, я так и предполагаю, всё-таки это у нас главная тема, но мне очень интересно. Кто это? Кто это? Кто это тот такой? Что ты хочешь сказать? Ну что, друзья, я надеюсь, вам будет что-то видно, не очень хороший свет, здесь я попробую попозже с этим что-нибудь сделать. Сейчас у нас 8 часов, я прочитала 150 страниц хода королевы, мне по-прежнему очень нравится, единственное, что сейчас у нас, мне очень нравилось читать про то, как Бэт вообще пробивается в шахматный мир, как преодолевает первое препятствие для того, чтобы в принципе попасть на какие-то турниры, а сейчас всё немножечко пришло к такому однообразию, то есть Бэт ездит на турниры, в общем, у неё там всё хорошо получается, она такой гениальный ребёнок, который запросто всех обходит, и это стало немножечко однообразным. Пока что не скучно, Утер Тэвис, он так и пишет, очень коротко и очень ясно, но вот эта вот часть с самими турнирами, которая, ну, приехала, победила, поиграла с тем, поиграла с этим, победила, там поехала дальше, все ей восхищаются, эти части неизбежно, естественно, повторяются. У меня есть внутреннее ощущение, что сейчас мы пойдём на новый виток, какие-то новые события вольются, в конце концов, я всё жду, когда Бэт встретится с какими-то серьёзными препятствиями на своём пути. Помимо того, что Бэт у нас пробивается в шахматный мир, естественно, там и продолжает упоминаться тема её непростых взаимоотношений с запрёщёнными веществами. Кстати, я тут просмотрела внезапно, что вот в буковке О, я не знаю, будет вам видно или нет, но, в общем, вот здесь таблеточка в серединке. Да. 9 часов. Вот в том моменте, когда я сказала, что пора бы там какого-то новому витку событий начаться, ну, в общем-то, там новый виток событий и начался. Мне вот тут подумалось, старался ли выстроить автор книгу на манер шахматной партии. Так как я не шахматист, мне сложно оценить, но я подумала, что это было бы забавно. Ну, в общем, без 10 часов я закончила читать «Ход королевы». Без 10 часов! Я читала её гораздо дольше, чем планировала, ну, конечно, дело ещё в том, что я поболтала с родственниками, но, тем не менее, гораздо дольше времени у меня ушло на эту книгу, чем я планировала. И, что я хочу сказать, мне понравилось, но где-то на 233-й странице я поняла, что мне эта книга напоминает. Классические такие фильмы по спортивным достижениям, знаете, когда есть кто-то, у кого есть большой талант к каким-то спортивным достижениям, и он начинает преодолевать препятствия, с которыми он сталкивается, да, у него есть какой-то главный противник, с которым ему предстоит в конце фильма сражаться. И вот этот герой, преодолевая различные трудности и сложности, как правило, это трудности системы, трудности какие-то, может быть, со здоровьем, там, трудности вот такого всякого рода, он их в течение фильма преодолевает. Можно вспомнить, например, тот же фильм «Легенда номер 17», вот это вот «Легенда номер 17» в мире шахмат с единственным, но здесь наша главная героиня борется главным образом с собой и со своими пагубными пристрастиями. Вообще забавно наблюдать за тем, что здесь шахматисты, ну реально как какие-то известные гонщики, у них есть поклонники, у них берут интервью, печатают их фотографии посвященных не только шахматам, журналам, и как бы наша главная героиня однажды садится в самолет и ее стюардесса узнает, стюардесса, что это прям известная шахматистка. Я вообще не в теме шахмат, но это забавно отчитать, не в том смысле, что я не верю, что в мире шахмат такое может быть, просто, да, кажется, что шахматы такая вот игра все-таки не для всех. Интересно за этим наблюдать, за тем, как это здесь описано, как люди приходят на турниры и болеют за них, и прям реально шахматисты как звезды, такие крутые, в своем мире естественно, они таковы не являются. Но вот не моя тема абсолютно, я когда вспоминаю в старых журналах, раньше встречались такие странички, где были описания шахматных партий, и вот на меня это тоску наводит, что-то сидеть и разбирать, как кто-то походил, а здесь люди настолько этим живут, настолько погружены в эту тему, и кажется, что помимо шахмат, ну конкретно героев нашей этой истории, как будто бы ничего нет, и может быть даже это и есть одна из главных проблем нашей главной героини, что кроме шахмата, реально ей просто нечем заняться, ничего другого в жизни нет. Здесь есть интересный диалог на эту тему, наши главные героини спрашивают у своего друга, на тебя шахматы никогда не наводят скуку? Он взглянул на неё со знакомым безнятежно бессмысленным выражением лица, это как? Всё равно странно видеть настолько всепоглощающее увлечение чем бы то ни было, да, понятно, что в моей жизни, например, в нашей жизни есть книги, но всё равно это не полностью жизнь, да, есть очень много других сфер, которым я уделяю внимание и наверное всё-таки плохо, когда твоё увлечение настолько всепоглощающе тебя окружает, потому что в какой-то момент, если ты лишишься его или что-то пойдёт не так, а что останется в жизни в таком случае? Естественно, здесь очень много шахмат, очень много описаний шахматной партии и так как я вообще в этом не разбираюсь, мне оставалось я следила только за эмоциональной составляющей того, что происходит, но, конечно же, для тех, кто понимает, наверное, это будет прям дополнительной классной вкусняшкой читать про то, как, кто ходил, какие ходы, какие стратегии применял, но вот эта часть книги, конечно же, прошла совсем мимо меня, я ещё раз изменяюсь за все эти звуки, но я с этим ничего не могу поделать. Собаки сошли с ума, у них ночная перекличка походу. Книга произвела на меня очень приятное впечатление, если вы любите подобные фильмы, если они вас разряжают, мотивируют, то, да, вот таких преодоления жизненных ситуаций, завоевания, продвижения там, себя в какой-то сфере и завоевывания новых позиций, то вот это очень хороший книжный вариант. Что мы будем делать дальше? Так как на часах уже час ночи, и я уже под конец книги, особенно с этим описанием шахматных партий, совсем уже стала такая плохо соображающая, а я не хочу сейчас читать продолжение Мары Морок, я хочу читать Кейт Аткинсон и её человеческий крокет, но здесь у нас 400 с копеечкой страниц, таким же мелким шрифтом, как и Ход Королевы, и я понимаю, что сейчас, скорее всего, если я возьмусь за эту постмодернистскую книжку, вряд ли я что-то из неё вынесу, скорее всего заснула на дне, ничего, не пойму вообще, что происходит, а мне хочется всё-таки вникнуть в то, что у нас здесь будет, поэтому зафиксируемся на часе ночи, получается, что я отмарафонила 15 часов и прочитала две книжки, и завтра у меня останется ещё 9, и за 9 часов уж я надеюсь я прочитаю человеческий крокет, особенно если меня никто не будет отвлекать, да, а сейчас мы с вами пойдём послушаем ночь, выглянем во двор, мне очень хочется уйти во двор, немножко подышать свежим воздухом, а потом я пойду спать, и завтра мы с вами продолжим, а сейчас пойдём на улицу, проветрим голову, тут прекрасно, я уже прям могу читать дальше, нет, 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 доброе утро, 10.30 утра, я уже собрана и готова к нашим дальнейшим приключениям, сегодня у меня осталось 9 часов марафона, соответственно мы с вами будем марафонить до 6.30 и вот, вот, ставим ставки, ставим ставки, мне кажется я не успею, потому что вчера я потратила получается 15 часов на в общем-то примерно на такие же две по объёму книги, поэтому я ставлю только на человеческий крокет, ну может быть понадкусить, но мне бы не хотелось надкусывать, мне бы хотелось целиком всё-таки в марафоне читать книгу, по-моему она немножко больше, чем да, здесь 416 страниц, а в первой части где-то было 358 по-моему если мне память не изменяет, в общем шансы крайне малы, ну ладно, в любом случае начинаем с человеческого крокета, а дальше уж как пойдёт, как пойдёт, погнали, я бы вам хотела рассказать аннотацию и пересказать аннотацию и вообще объяснить, о чём тут речь должна происходить, но это достаточно сложно, 16-летняя Изабель и её брат живут в особняке и в ожидании её матери, а дальше я вам лучше зачитаю, потому что наша жизнь вылеплена из отсутствия Элайза, говорит Изабелла, она ушла и отчего-то забыла взять нас с собой, может по рассеянности или хотела вернуться на заблудилась, мало ли что бывает, скажем, наш отец после её исчезновения и сам пропал, а спустя 7 лет вернулся и всё свалил на потерю памяти. Первую леди в Ферфакс, говорят, похитили эльфы и теперь на том месте растут дух, на коре которого по легенде оставил свои инициалы Шекспир, а над родом Ферфакс тяготие и проклятие. Изабелла хорошо ориентируется в прошлом, уверена, что знает будущее, но день сегодняшний представляет для неё загадку. Так что, как вы понимаете, должен быть очень необычный магический реализм. Будем разбираться. В общем, как бы я не хотела читать на улице, но там, походу, сегодня будет очень жарко, потому что я там провела, не знаю, 10 минут и чуть не умерла. Поэтому я вернулась домой, сижу под вентилятором, который буду включать, пока мы с вами разговариваем, а потом снова включать, иначе, ну, вообще. В общем, что у нас произошло? Я пока прочитала самое-самое вступление, начало, где нам рассказывается про историю рода Ферфаксов до момента появления нашей героини. Это вступление наводит меня на мысль о том, что здесь у нас речь пойдёт о фейре, потому что в роду Ферфакс была очень странная одна из жён-представителей рода, которая появилась внезапно, а поместье, кстати, у них там в лесу находится, в общем, она появилась внезапно, обнажённая, и потом же так же внезапно пропала, успев родить ребёночка. Когда она пропадала, она по средствам очевидцев успела весь род Ферфаксов в общем проклясть непонятно за что, вроде бы речь не шла о том, что её там кто-то обижал, хотя не очень подробное описание, как вы понимаете. Соответственно, может быть, там что-то страшное с ней происходило. В общем, она пропала, испарилась рядом с одним из дубов и прокляла род Ферфаксов, что похоже действительно так, потому что то, что происходило с ними дальше, а как-то у них не очень хорошо всё складывалось, хотя, возможно, дело просто в том, что не все люди живут счастливую жизнь, не знаю. В общем, всё заканчивается очень забавным абзацом, зачитаю даже, потому что, ну, прям понравилось мне. Но время уже разгонялось, вскоре появится Элайза, она всё испортит. Элайза — это моя мама, я Изабелла Ферфакс, я альфа и омега сказителей, я вездесущая, мне известны начало и финал, в начале слова, в финале безмолвия, а в промежутке все на свете истории, у меня есть и такая. Очень красиво, очень претензиозно, в общем, посмотрим, посмотрим, я предвкушаю. Ну что, половина двенадцатого, я прочитала 97 страничек, и что имею сказать, очень красивый текст, наполненный аллюзиями, наполненный языковой игрой, я поначалу думала отмечать, какие-то красивые места, скорбела о том, что у меня нет чёрно-гелевой ручки, проблема с чёрно-гелевой ручкой, да, потом поняла, что очень много чего здесь придётся отмечать, хотя я всё равно скорблю, что у меня нет чёрно-гелевой ручки. Здесь мы познакомились с Изабель, нашей рассказчицей, и по аннотации мне почему-то сначала показалось, что Изабель и её брат Чарльз, они живут дома одни и ждут, когда их мать вернётся, а мать их пропала давным-давно, но, конечно же, это не так, они живут там с толпой родственников, они живут с отцом, который терялся и нашёлся спустя 7 лет, вернулся в семью вместе с новой женой, и они живут с тёткой, в общем, там, с жильцом каким-то, там, куча народу тусит. Пока мы познакомились со всеми жильцами дома, и пока начались странности, сама Изабель, которая начинает, как бы, пропадать, перемещаться во времени, к слову, её брат Чарльз, он тоже немножко помешан на всяческих исчезновениях, что, в общем, неудивительно, потому что у него папа терялся, у него мама потерялась, и он коллекционирует всяческие истории про исчезновение, про инопланетян, в общем, малость двинут на этой теме. Они очень скучают по своей матери, естественно, и ищут какие-то всё время напоминания о ней, а таковых напоминаний практически не имеется, то есть нет каких-то ни фотографий, ни записок, ничего, на что бы они могли смотреть, и как бы чувствовать, что мама хотя бы существовала. Читать интересно, хотя мне кажется, что я подустану от этой красивости, вот такой красивый необычный текст, который когда ты наслаждаешься даже не самим сюжетом, да, а тем, как это написано, от него можно очень легко устать, его всё-таки часто нужно читать так дозированно, так как я буду запихивать в себя это прям сразу, у меня есть опасения, что я могу устать. Но, честно говоря, такой текст, это именно то, что я ожидала от текста в Кейт Анкинсон, и первая книга, с которой я знакомилась с этой писательницей, это была Хранительница, почему я всё время хочу сказать Хранительница Тайн, Хранительница Тайн, это не Кейт Анкинсон, Хозяйка лабиринта Кейт Анкинсон, шпионский детектив, в общем, когда я брала читать Хозяйку лабиринта, я ожидала именно встретиться с вот таким текстом, а там было совсем не то, там гораздо проще повествование, сюжет гораздо проще, а Кейт Анкинсон во мне представляется неким таким мистическим автором, который пишет, да, вот такой странный магический реализм, очень красивым, витиеватым текстом с такой какой-то языковой игрой, что, в общем-то, вот здесь вот я получила, поэтому, в общем, я пока что совсем не разочарована, и единственное мое опасение, что я устану, потому что все-таки два часа, да, вот я прочитала, ну, там, сто страниц, в общем, фактически, как я и предполагала, что я вот за девять часов, наверное, эту книгу одолею, скорее всего, вот так оно и будет, и, к сожалению, до второй части Мары и Морока мы не доберемся. Ну что, половина третьего я перевалила за середину книги, читается легко, на самом деле, текст совершенно не замороченный, просто я уже немножко подустала, поэтому вот так подзалипаю. Здесь у нас две временные линии, одна, соответственно, в настоящее время, о которой я уже вам рассказывала, и вторые главы рассказывают нам о том, как все пришло к той точке, с которой мы начинаем, как пропала мама нашей главной героини, что там случилось с отцом, и если главы про настоящее время, они более медленно развиваются в плане тех событий, которые там происходят, и они более такие со странностями, то есть как раз там у нас есть проявление магического реализма, различные непонятные события или странные события, то главы с прошлым они гораздо более жесткие и насыщенные по тому, что там происходит. Шесть часов, но я отвлекалась на то, чтобы приготовить окрошку, я дочитала человеческий крокет. Фейри, говорила я вам, я не представляла, что меня ждет, я даже близко не представляла, что меня ждет. Когда только начинаешь читать эту книгу, кажется, что это будет нечто очень странное, потом кажется, что это жестокая, но реалистичная история, которая вот так запакована в магический реализм, а после ты понимаешь, что это просто полнейший вынос мозга и нечто действительно необычное. Здесь не оказалось вообще ничего, чего я ждала изначально от этой книги, ни фейри, ни истории про жизнь детишек, которые ожидают свою пропавшую мать в своем особняке, как написано в аннотации. Это лишь частично так, но мне реально представлялось, что это будет история, которая как раз вертится вокруг некого странного места, наполненного странными событиями. Это очень отчасти так, очень отчасти. Во-первых, здесь гораздо больше героев, гораздо больше историй и гораздо больше странного, чем я от нее ждала. Наверное, правильнее всего будет сказать, что это такая семейная сага, нетипичная, очень нетипичная семейная сага, упакованная в магический реализм и, наверное, постмодернизм жестокая и веселая и красивая и непонятная. Это одна из тех историй, которые читаешь и понимаешь, что, ну, ты, наверное, не дотягиваешь для того, чтобы целиком и полностью разобраться в том, что здесь происходит. И, конечно же, на самом деле читать ее в марафоне не самая лучшая идея, потому что над ней нужно реально сидеть, разбираться, выписывать там какие-то схемы, взаимоотношения героев, потому что едва ли я поняла, чего тут на самом деле происходило. Наверное, если очень хорошо посидеть и разобраться и прописать то, что здесь случилось, станет что-то, что-то, не все, но что-то станет понятно. Я пока чувствую себя полнейшим идиотом, потому что, ну, я не догнала. И однозначно ее нужно перечитывать, и однозначно нужно перечитывать ее с ручкой и там чертить, думать, просматривать линии и их взаимосвязи. В итоге за свой марафон я прочитала три книжечки, ну, в общем-то, кажется, наверное, что не очень много, там, получается, около тысячи страниц, пока не очень хорошо с математикой, да, получается. Я уже малость подустала, чтобы считать в голове, ну, в общем, я довольна. Добралась я только до второй части Мары и Морока, а так все, что запланировала, было прочитано, и это было очень разнообразное чтение, фэнтези, реализм и нечто странное. Понравилось мне, понравилось марафонить, хотя мне кажется, что целая жизнь просто прошла, честно говоря, я подустала, я не представляю, как можно, ну, прям совсем 24 часа не спать, потому что, ну, мне кажется, это прям жестко. Может быть, стоит когда-нибудь поэкспериментировать на этот счет, ну, не знаю, пока что вот такой опыт я провела, и вот так со сном это тоже достаточно тяжело, потому что, если первый день мне дался очень легко, то вот на второй день я подустала, и, конечно, может быть, стоило бы в обратном порядке читать эти книги, то есть начать с человеческого крокета, продолжить Олтером Тевисом и Марой Мороком завершить, может быть, так было бы немножко попроще, но в целом я все равно довольна тем, как все прошло, так что, надеюсь, вам было интересно, пишите, читали ли вы что-то из этого, ну, Марой Морок наверняка все читали уже, читали ли вы человеческий крокет, и как вам, и куда мне сходить, для того, чтобы понять, что тут было, что это все такое, вот, друзья, спасибо за просмотр, и скоро увидимся, обнимаю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok